Hey, всем привет! С вами я, Энн, учитель английского. А вы знали, что слово will это далеко не единственный способ говорить о будущем времени, а иногда и совсем неверный? В этом видео я покажу вам, как носители языка используют будущее время и расскажу, какие конструкции вам обязательно нужно включить в вашу речь. Let's get it started! Итак, первый случай, когда мы используем будущее время, это когда мы говорим о планах и решениях. Когда мы планируем что-то спонтанно, в этот момент речи, мы будем использовать will. Например, Мы также используем will, когда о чем-то просим, что-то обещаем, что-то предлагаем, ну или выражаем свою готовность что-то сделать. Например, Я тебе завтра позвоню, да? Это обещание. Ты зайдешь сегодня? Ну, а если мы запланировали что-то заранее, мы будем использовать конструкцию to be going to. Например, Я собираюсь тебя навестить 8. Вы могли заметить, что в таком случае мы переводим это на русский, как Здесь также забыла отметить, что выражение going to очень любят использовать в разговорном английском, и иногда его используют вместо will, когда говорят про спонтанные планы. Здесь мы также можем использовать конструкцию present continuous, которая выглядит как to be и глагол с окончанием ing. В таком случае мы должны быть на 100% уверены, что наш план сбудется. Например, Я улетаю в Лондон в субботу. Вы могли заметить, что по-русски я также говорю я улетаю, да, как будто бы я это делаю прямо сейчас, то есть я уверена в том, что это произойдет. А теперь проверьте себя и ответьте на мой вопрос. Какие три конструкции мы можем использовать для того, чтобы говорить о планах или решениях? Конечно же, первая конструкция это will, да, ее мы используем, когда мы что-то решаем в данный момент, в момент речи, когда мы что-то просим, предлагаем, угрожаем или выражаем в свою готовность что-то сделать. Следующая конструкция, которую мы используем, когда мы что-то запланировали заранее, это going to. Ну и также вместо going to мы можем использовать третью конструкцию, когда мы говорим о чем-то, что 100% произойдет. Это present continuous, то есть это am и за и окончание ing у глагола, да? Следующий случай, когда мы используем будущее время, это когда мы говорим о прогнозах или вероятности чего-то. Когда мы делаем обычные прогнозы, основываясь только на своем мнении, мы будем также использовать will. Например, Мы также используем слово will, когда мы говорим про события, которые мы не можем изменить, то есть это просто факты, которые происходят каждый год, они произойдут в будущем. Например, В следующем году ей исполнится 30. Когда наши прогнозы основаны на том, что мы можем видеть, то есть перед нами есть доказательства, что что-то произойдет, мы будем использовать to be going to. Например, Посмотри на эти темные облака, скоро начнется дождь. Going to также используется в разговорном английском, когда мы говорим о прогнозах, основываясь на своем мнении. То есть в первом пункте мы могли бы сказать Дальше интереснее. Когда мы говорим о градусе вероятности, то есть мы хотим сказать, что что-то скорее всего произойдет, мы будем говорить слово likely в таких фразах, как Мы, скорее всего, будем в Испании в это время, в следующем году. Также, если мы говорим про ситуацию, будем использовать Например, Ну, а если мы хотим сказать, что что-то маловероятно, мы просто добавим негативную приставку к слову likely и у нас получится Например, это маловероятно, что он с тобой согласится. Кстати, вы могли заметить, что после франции мы использовали слово почему? Потому что здесь мы также основываемся только на своем мнении. Здесь поделюсь с вами еще двумя классными фразами, которые мы используем, когда говорим о чем-то, что 100% произойдет. Мы просто уверены в этом. Эта фраза Давайте посмотрим, как это выглядит. Этот тест не сложный, я просто обязана его сдать. Точно так же вы можете сказать Также, когда мы говорим о том, что что-то возможно произойдет, то есть мы говорим о какой-то доле вероятности, мы можем использовать модальные глаголы may, might или could, например. Я, возможно, пойду на вечеринку. А модальный глагол should мы используем, когда мы ожидаем, что что-то произойдет. Например, они должны приехать в 8 часов. А теперь проверьте себя, какую конструкцию мы используем, когда мы говорим про что-то, что обязано произойти. Да, помните наш пример? Да, ей исполнится 30 в следующем году. А какую фразу мы будем использовать, чтобы сказать скорее всего? А когда мы уверены, что что-то произойдет? Итак, мы обсудили с вами два больших блока, когда мы используем будущее время. Это когда мы говорим про планы и вероятности. Но это еще не все. Мы также используем будущее время, когда говорим о событиях, которые происходят регулярно или по расписанию. Например, поезд отправляется в 5. Заметили, какую конструкцию я использовала? Что это было? Здесь мы использовали простое настоящее время present simple, который мы используем для всех действий, которые происходят регулярно. Точно так же и в будущем времени. Также мы обычно используем present simple в будущем времени после временных фраз, таких как Например, я тебе отвечу, когда буду готов. Да, мы используем настоящее время, никакого будущего, потому что у нас есть when. Здесь обратите внимание, что эти временные фразы, они должны являться как бы связками в предложении. Если, например, мы используем when в вопросе, то это уже совсем другая история, здесь мы можем использовать любую другую конструкцию. Например, когда ты мне ответишь Далее, когда мы говорим о ближайшем будущем, мы используем фразу to be about to. Например, мы собираемся поесть. Хочешь присоединиться? Или Фильм сейчас начнется, пойдем! The film is about to start. Let's go! Anyway, we're just about to go to bed. What I'm about to say isn't going to be easy and you're going to be upset. Давайте поделюсь с вами еще одной конструкцией, которая чаще встречается в формальной речи, но ее также можно использовать. Это конструкция Ее мы используем, когда мы ожидаем, что что-то должно произойти. Обычно она у нас используется с каким-либо временем. Например, посетители должны приехать в 10.30. Обычно эта фраза используется с какими-то четко запланированными действиями. А теперь давайте попробуем сделать это предложение менее формальным. Помните, мы уже использовали с вами одно слово, когда мы говорим о чем-то, что должно произойти. Это слово should. Это видео не было бы полным, если бы я еще не рассказала вам о типах действий в будущем времени. Вообще, в английском языке у нас есть всего три типа действий. Это simple, обычное, continuous, продолженное, и perfect, завершенное. О простом действии, которое должно произойти, мы уже говорили. Эта конструкция выглядит просто как will do something, да? Помните, когда мы используем это выражение? Когда мы говорим про обычные прогнозы. Она будет рада увидеть результаты своего экзамена. Продолженная форма в любом времени выглядит как глагол to be и окончание ing у действия. В будущем же времени мы просто поставим вперед слово will, и у нас получится will be doing something. Этот тип действия в будущем времени мы будем использовать, когда мы делаем какое-то действие в определенный момент будущего. Например, извини, я не могу завтра, я буду навещать, мою бабушку, да, я навещаю мою бабушку. Точно так же этот тип действий мы используем, когда мы хотим вежливо кого-то о чем-то спросить. Например, вы останетесь с нами сегодня вечером? Давайте сравним его с вариантом, когда мы просто говорим will. Этот вариант уже звучит так, как будто мы просим их остаться. Ну и теперь давайте перейдем к последней форме действий. Эта форма выглядит как слово have, has и глагол в третьей форме. Ну и в будущем мы просто будем добавлять слово will вперед. Его мы будем использовать, когда наше действие в будущем будет завершено к какому-то другому действию в будущем. Здесь мы обычно будем использовать фразу by или by the time. Например, он уедет к тому времени, как ты придешь домой. Кстати, заметили, что после фразы by the time я использовала просто present simple you get home. Помните, почему? После таких фраз мы всегда используем просто обычное настоящее время. здесь мы можем еще добавить длительность действия, чтобы показать, что действие будет длиться какое-то время до определенного момента в будущем. Например, в следующем году я буду работать в этой компании уже 10 лет. Здесь еще хотелось бы отметить, что типы действий perfect очень редко используются в разговорной речи. Носители обычно просто используют will. Ну вот и все про будущее время. Если у вас еще остались вопросы, не забывайте задавать их в комментариях. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал. Подписывайтесь на мой инстаграм, а чтобы записаться на занятия, пишите мне в телеграм. See you next time! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok